Накануне в Тюмени завершилось масштабное мероприятие форум «Электронное правительство» и выставка «Инфотех», где были представлены последние разработки в сфере информационных технологий. Какими инновациями удивили на этот раз, спросим у участника форума, журналиста Данила Фатина. Данила, доброе утро. Данила, доброе утро. Много хорошего мы слышим о форуме от его организаторов. На твой взгляд, взгляд человека, не занятого в этой сфере, можно ли действительно что-то полезное подчеркнуть для простого человека? Можно, безусловно. И проблема заключается в том, что простой человек обычно в будние дни находится с 9 до 6 на работе. А форум проходит, как вы знаете, в рабочие в будние дни. То есть это небольшой минус. Небольшой самый минус. А все то, что там представлено, безусловно, вызывает какой-то интерес. Хотя бы не для того, чтобы завести себе дома робота-севу или очки виртуальной реальности, а хотя бы просто знать, что это есть и что это во многих местах внедрено. Вот просто гордиться, может быть. Данила, а что тебе особенно запомнилось? Я понимаю, что все, может быть, тебя удивило, но что именно одно? Что именно одно мне запомнилось. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Робот-сева? Робот-сева, он собирает, да, все сливки. То есть вокруг него крутятся, несмотря на то, что он уже второй год там присутствует подряд. Вокруг него огромное количество людей. Все фотографируются, общаются с ним. Проблема только в том, что Сева, он все-таки еще несовершенный робот. И он немножко подтормаживает. Все же хотят с ним пообщаться. И вот не всегда он вовремя отвечает, скажем так. Меня поразила виртуальная экскурсия по Тобольску, поскольку я по Тобольскому Кремлю. Это как? Поподробнее. То есть надеваешь очки виртуальной реальности, начинает чуть-чуть кружиться голова, потому что все вокруг ходит ходуном. И с помощью джойстика направляешь себя, а с помощью поворота в голову поворачиваешь. Осматриваешь все на обязанности. Поскольку я был там и не раз в Тобольском Кремле, мне было интересно пройтись вот именно в цифровом виде, понять, что там все соответствует реальности. Плюс ко всему дополнительная информация всплывает. Это очень красиво, познавательно. А вот эти очки может каждый попробовать? Да, абсолютно любой. Вот единственное, что надо подождать. Вот вчера, допустим, подождать было, дождаться было просто невозможно. Там очередь что ли большая? Там очередь. А сегодня я пришел пораньше, и там уже было более-менее... Все по-свободнее, да? Хорошо, мы знаем, что многие из проектов, которые там были представлены, но ты сказал, что часть из них уже внедрена в жизнь, да, что действительно помогает человеку, а что-то нет. Вот как ты думаешь, можно ли их, вот эти проекты, которые пока еще не нашли своего, наверное, инвестора, свое место в обществе, как-то действительно реализовать? Конечно можно. Вот единственная только проблема заключается в том, чтобы свести этого человека с деньгами, с тем человеком, который что-то придумал. Но, насколько я знаю, благодаря именно таким мероприятиям это, в общем-то, и происходит. Допустим, все вы прекрасно знаете о том, что у нас активно внедряется такая штуковина, как 3D-принтер, да? В какой-то момент это было просто как развлечение. Здорово же напечатать там какую-то фигурку. А теперь люди приходят с вполне конкретными вопросами, потому что вот им нужна какая-то маленькая деталь, одного большого механизма. Механизм стоит много, а деталька стоит мало. И вот оно практически. Но сейчас человек действительно может куда-то прийти и получить эту деталь. Да, он может прийти в технопарк, он может прийти вот в этот центр прототипирования, ох, я выговорил с первого раза, вот, и заказать практически любую деталь. Самое главное, чтобы у него были какие-то схемы или, может быть, сама деталь, пусть даже сломанная. 3D-сканер ее. Мне нужна деталь. Да, пойдут. Но, Данил, смотри, если подводить такой некий итог, в чем уникальность этого форума? Уникальность его заключается в том, что там в одном месте можно сразу получить большое количество информации и представление о том, что и как вообще у нас развивается, да? Вот, допустим, не сталкивались никогда с таким понятием, как электронное правительство, да? Госуслуги. Пожалуйста, вы пришли туда, вы все это получили. Не можете найти время для того, чтобы оформить универсальную электронную карту? Пожалуйста, приходите, там все на месте сделают. Личный кабинет в налоговой? Пожалуйста. Посмотреть на какие-то достижения? Ради бога. Меня, допустим, восхитило, вот я вспомнил, что это было, школа номер 2 города Ишима демонстрировали 3D-обучающие программы для учеников. Они сказали, что это уже сейчас у них в школах есть. То есть вот хочешь узнать, как дыхательная система человека работает? Надеваешь очки, включаешь телевизор, и вот оно все перед твоими глазами летает. Все показывается и рассказывается. Друзья, а в следующем году все на... И мы с тобой обязательно на форум имфотекса. Да, обязательно. Спасибо большое, Данил. Всего хорошего. И пока-пока. Пока. Пока.